Здравствуйте, телезрители! YouTube полнится слухами, что в 2024 году будет принято новое переломное решение по СВО. Я напомню, это 2022 года, правда, с перекрестом на 2023, основную прогностическую линейку, матрицу. Базовый сценарий таков. Неизменно, опять же, с марта 2022 года. Восток, территория бывшей Украины, юг, территория бывшей Украины, совмещенные с Приднестровьем. Восток включает, в том числе, Харьковскую область. Так или иначе, где-то политическими, где-то военно-политическими решениями войдет в состав Российской Федерации. Запад, территория бывшей Украины, что-то Польша, что-то Румыния, что-то Венгрия, что-то интегрировано будет в будущую автро-венгерскую империю, но отойдет туда. Центр. Либо это отдельные демилитаризованные государства, по типу Венгрии текущие, европейское, спокойное, адекватное государство с культурным городом Киевом и прочее. Либо условные конфедерации России и Северной Осетии, это же конфедеративный механизм, может быть перенесен на Сумскую, Черниговскую и Киевскую область, которые так или иначе будут ассоциированы с Россией напрямую. Но экономически в любом случае будет ассоциировано, потому что у всех других крупных игроков силы экономические закончатся. К 2024-2025 году. И кушать захочется, пойдут на восток. Какое решение по СВО может быть принято? В рамках базового прогноза, даваемого еще в 2022-2023 году в рамках нашей передачи, в рамках рубрики в Астроклубе, сохраняются две вехи, одна февраль, другая май. И, скажем так, механика новой Украины, она будет определять вместе с датами и логику решений. То есть рано или поздно специально военная операция превратится в контртеррористическую по аналогии с тем, как это было на Северном Кавказе. Будет ли это в феврале или будет ли это в мае, сейчас сказать тяжело. Но прогноз это не будет, так-то 1-2-3. Это вариант, это вероятность, мы играем с ними. Но условная, открытая, жаркая фаза специально военной операции, я в принципе на февраль, ну как бы с декабря по февраль обратил на нее внимание. Вероятность того, что сейчас заложенные возьмут власть и все сдадутся, ну так процентов 10, невысокая. Как мне помнится, немцы накануне капитуляции, когда уже все было понятно, это апрель 45-го, март 45-го, они сражались достаточно дико, в том числе западные. Союзники на тот момент понесли мощные потери. То есть противник может до сих пор оказывать очень серьезное сопротивление. Эта жаркая, горячая фаза к февралю подзакончится, степень неравенства, диспаритета сил к марту 24-го будет настолько глобально выпьющей, что так или иначе украинская армия побежит, фронт будет разломан. Но до такой степени, настолько явно, как это будет в феврале-марте, тут уже никто не ошибется и сомнений не будет. И вот вам решение по СВО, превращение в контртеррористическую операцию, плюс некие реальные договорные процессы уже с новыми властями в Киеве, которые, чтобы они пришли к конституционно-выборным путем, вероятность нижайшая, то есть в основном-то, конечно, подковерные интриги и прямое внешнее управление. По аналогии с тем, как Штаты устраивали эту процедуру в Афганистане. Пройдемся антитезами, чтобы поехал Абрамович и втихаря что-то там в Турции, заключил, обманул, накрутил, обменял каких-то изовцев очередных. Вероятность такого слива минимальная, но есть, процентов 2-3-5. Вероятность того, что сейчас чудесным образом украинская армия встанет из окопов и погонит российскую обратно в Брянск и обратно в Минск, на уровне сотых и тысячных долей процента 0-0-0-1-1, минимальная микроскопическая. Это даже вопрос не в оружии, а в людях и в моральном духе, и в институциональной структуре. Денег там уже нет и не будет, зимой их еще будет меньше. С точки зрения пока такой дилеммы, это гуманитарная экономическая катастрофа на территории бывшей Украины, тюрьмы, больницы, роддома, когда они останутся без финансирования, без еды, без электричества, что там будет, конечно, это крайне печальная история. И в один прекрасный момент, опять же, можно здесь рискнуть и спрогнозировать большее. Американские налогоплательщики, которые сейчас платят зарплату бюджетникам украинским, перекладывают это бремя, сейчас перекладывают это бремя на Европу, Европа это не выдерживает. Потом, по всей вероятности, зарплаты украинским бюджетникам оплачивать будет уже Россия. Вот это непростое решение, март-май, я бы его там мониторил и смотрел предельно внимательно. Но в любом случае, погода стоит предсказанной, все идет по плану. Глобальных решений противоречащих этому плану в астрологии, по крайней мере, с точки зрения моей интерпретационной линзы, не видно. Будем наблюдать. До встречи в политике космоса.